Всем привет! С вами Мастер Спорта Михаил Нильчук и мы продолжаем разбирать турнир с классическим контролем. Два часа на партию. Altibox Norway Chess, турнир, который проходит в Норвегии. И разберем мы сегодня третий тур, партию между польским гроссмейстером Дудой, Ян Криштофом, и армянским гроссмейстером Ливоном Ароняном. Партия выдалась очень интересная и красивая. Ливон Аронян преподал урок Эншпиля, молодому бойцу Дуде. И давайте же разберем. А перед началом я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал. Буду очень благодарен. А мы поехали. Дуда начал турнир крайне неудачно. С двух поражений. И в третьей партии он, видимо, решил сыграть не очень принципиально. Пошел белыми на довольно спокойное равное продолжение. Видимо, хотел быстро сделать ничью. Но давайте посмотрим, что получилось. Белыми играет Дуда. Дебют четырех коней. Слон Б5. И Ливон Аронян самый принципиальный ход избирает. Конь Д4. Здесь у белых два принципиальных продолжения. Это слон С4 и слон А4. Ну, например, можно сыграть слон С4. И основная дискуссия в этом варианте после слон С5. Конь Е5. Ферзь Е7. То есть белые выигрывают здесь две пешки. Черные дают еще пешку. Слон Ж4. Бить на Б7 плохо. Там ладя В8. Черные чуть ли не побеждают форсивно. А после Д3 рекировка. У черных отличная позиция за две пешки. Хорошая компенсация. Но тут все довольно сложно. То есть вся борьба впереди. И это основной вариант в этом дебюте. А вот как сыграл Ян Криштоф. Ход больше похож на ничью. Конь Д4. Размен. Следует... Аронян забирает. И ход Е5. Тут форсивно меняются кони. ДЦ. Белые забирают здесь коня. Леон Аронян забирает пешку. Не нужно здесь выигрывать пешку. То есть можно было промежутки ударить. Ударить, сбить Ферзь Е6. Но здесь белые получают очень сильную инициативу. Могут сделать рекировку. И мы видим, что сейчас черный король попадет в множество боев. Например, на слон С7. Слон Е7, слон С3 нападают на Ферзя. Там Ферзь Ж6. Слон Градей Е1. Уже на рекировку уйти нельзя, потому что под боем окажется слон. Если черные будут пытаться даже убежать королем, то просто этот вариант красивый. Я вам продемонстрирую его. Ладья Брюк Е7. Жертва качества. Красивый шаг. Ферзь Х5. Угроза теперь дать ладью Брюк на связку на черного ферзя. Король Ф8. Послали А1, но черные погибают. Потому что если отступать ферзем, там будут уже совсем простые матовые идеи. Слон Б4. И нельзя перекрываться. Ну, С5 плохо. Слон С5. А на Д6 последует такой вот красивый мат. Да. Но, конечно же, шахматист такого уровня не считает такие варианты. Они знают, что он любит ферзер. Ход последовал ДС. Ферзь Е5 шаг. Форсируя события. Тут два варианта. Можно сыграть слон Е2. Но не принципиальные. Там и там. И черный полный порядок. Ферзь Е2. Ян Криштов явно хотел все поменять и отсушить. С6. Слон Д3. Ливон Араньян ходит Д5. И дальше игра очень простая. То есть билды черные вводят фигуры. Слон Ф4. Это, конечно же, низливок со стороны польского гроссмейстера. Так как на слон Ф4 последует ход король Ф3. Скрытый шаг на черного короля. И отыгрывается слон. То есть, ну, тоже равная позиция. Ливон Араньян сыграл. Король Е7 защитил слона. Король Ф3 шаг. Слон Е6 перекрылся. Ну, и дальше пошли упрощения. С4, ДС, слон С4. Поменялись здесь. Поменялись здесь. Ливон Араньян захватил линию. Поменялись здесь. Ян Криштов даже создал слабость армянскому гроссмейстеру. Но одна слабая пешка здесь не играет никакой роли. Тем более, что у черных сейчас линия. Ладья Е2 сыграл Ян Криштов. Можно было сыграть Ладья Д1. Сразу захватить линию. Но, возможно, ему не понравился ход Ладья Д5. То есть, какой-то непонятной еще позиции. Хотя позиция, конечно, везде абсолютно равная. Ладья Е2, Ладья Д1. Последовал шаг. Род Ж3. Ладья Д8. Ладья Е1. У белых и черных нет слабости. Фактически. Ф4. Ну, и дальше начинает стоять на месте. Топтаться. Х5. Ладья Е3. Ладья Д2. Ливон Аронян все-таки пытается как-то использовать линию. Но белый Ладян не пускает. Черный Ладян обжорный ряд. И выгоняет ее. Ж3. Идеальная крепкая позиция. Ливон Аронян тоже выставил пешки. Чтобы белые не могли сразу надвинуться. И дальше соперники начинают играть на месте. Б6. Но все-таки Ливон Аронян начинает потихонечку свои пешки надвигать. То есть, видимо, на ничью он уже не сразу согласен. А готов еще поиграть. А5. В дальнейшем это будет зацепка белой пешки. Король Ф2. Ладья Д3. Ладья Е3. Поменялись. Здесь еще равная позиция. Тут нечего комментировать. Окончание пешечное тоже абсолютно ничейное. Последовал ладья Д1. Король Ф3. И А4. Такие первые проблемы для белых. А4. Зацепка белой пешки. Здесь Дуда играет правильно. БА. Также еще возможный вариант. Ладья Б2 тоже ведет. Ведущий к ничье. Ну, БА. Ливон Аронян нападает на пешку С4. Наверное, уже Ливон смирился с тем, что будет ничья. Но тут я откричусь, зачем такой ладья Е3. То есть, проще было сыграть ладья Б2. Ну, и после ладья С4, ладья Б6, ладья А4. Здесь можно откатиться ладья Б2. Это абсолютно равная позиция. Но также, если уже совсем просто, можно сыграть здесь даже ладья С6. То есть, отдать пешку. Ладья Б2, ладья С5, ладья А2, ладья С8. Но это вообще битая ничья. То есть, игросмейстеры такие позиции не проигрывают. Тем более, что здесь будет шаг и постоянное приставание к пешке. То есть, ну, лишняя пешка здесь не реализовывается. На таком уровне. Да, может быть неприятно белым, что играли на ничью, сушили, сушили. А еще и без пешки приходится на ничью. Но все-таки, я думаю, что без проблем Дуда отработал бы здесь ничью. Но после хода ладья Е3, ладья С4, ладья А3, некоторые проблемы есть. Хотя белые форсивно меняют пешку ходом А5. А5 последовал ход. Разменялись. Это тоже ничья. Но черном все-таки активная ладья осталась. Ладья С3, король Е2. И вот еще одна зацепка А4. Все-таки у Ливона теперь активный король. И отцепляется еще пешка с этой стороны. Значит, здесь несколько вариантов было. Можно даже было играть А4. Но Ян Криштов забрал пешку. Здесь тоже еще равенство. Но уже позиция неприятная для белых. Так как у Кученых две проходные пешки. Хотя классики говорят, что все ладейные окончания ничейные. Ну и это похоже на то. Значит, ладья А3. Пешки разбиты. Ян Криштов забирает пешку. Ладья А5. Это А2. Король Е1. Вот это уже тоже еще одна неточность. Лучше бежать в центре. Но король Е1, ладно. Не выпускает ничью. Ливона Аронян не мог забрать пешку на А2. Чтобы сладя Ж5. Ну, мог, но. Терял пешку на Ж6. И можно было бы согласиться на ничью. Мы знаем, что король с пешкой, с ладьей против короля Лаги. Это битая ничья. Позиция Филидора. Кто не знает, изучайте. Значит, Е5 сыграли и здесь. Вместо того, чтобы цепляться к пешке Ладья С6. Ян Криштов дает шаг, позволяя Ливону Ароняну еще дальше надвинуть пешку. Первая такая тоже еще маленькая неточность. Ладья С6. Король Е3. Теперь уже белым надо играть достаточно точно. Ладья А6. Король Е3. И вот в этот момент Ян Криштов ошибается. Надо было играть король Д1. Надо было играть король Д1. Кстати, я вам пропустил один вариант. Давайте покажу. То есть на ладья С4. А вот вместо ладья С4 надо было сыграть ладья С6. Тут я вариант покажу. Значит, король Лев5, ладья А6. То есть отдаваем пешку на Ж4, но ведем короля на Ф2. И вот две разбитые пешки не дают белым черной победы. То есть ладья А2, Ла5. Шаг короля Лев2. И все вот заканчивается примерно вот так, как я показывал. Король Ж3, А6, король Ладья А8. То есть черные вроде бы надвинулись, но вот выиграть дальше невозможно. То есть король попадает постоянно под шаги. И все. Тут можно подойти королем. Можно даже дождаться хода Ж2, но здесь везде ничья. То есть ладья Б6 и вот такая вот стоечка. Нельзя пойти король Ф1, ладья Б1 мат будет. Король А2, соответственно, шаг на А6. И никак выиграть черные здесь не могут. Так что черные должны контролировать эту пешку. То есть на ладья А5 можно забрать. Понятное дело, что ладья А2 и ничья. То есть там даем шаги ладья А6 и, конечно же, ничья. Да, а вот шаги Е4 допустили. Здесь уже неприятно. Но все-таки на король Е3 еще вот надо было здесь Яну Крюштову играть не король Ф1, а бежать король Д1. Тогда черные забирают пешку, белые забирают. Ладья А1, король С2. Король Ф2. Вроде бы черная пешка проходит быстро, но белая пешка достаточно далеко заходит. Ладья А6, А6. И белые просто стоят на месте. Черные ничего не могут сделать. Дело в том, что если черный попытается выбежать королем, чтобы перекрыться, известный прием мостик, он не проходит здесь ввиду того, что белые могут разменяться и пойти А7. И пешка проходит одновременно. То есть Е1 ферзь, А8 ферзь, минус Ле ничья. И вот это, видимо, уже решающая ошибка была Ян Крюштову, пошел не в ту сторону. И после Ладья А1, король Ж2 уже неприятная позиция. Ладья А4, Ладья Ж4. Король Е2. Да, черные тут уже побеждают. Побеждают. Король Ж3 сыграно. Ладья А7. А вот это вот грубая ошибка. Выиграл единственный ход Ладья А5. Ну, все тонкости я вам показывать не буду. Это компьютерный ход. Но вот А6 Ладья А5 дает победу. А вот Ладья А7 как пошел. А Раньян дает ничью. Белая была спасением. Дело в том, что это известная позиция. Король становится на Я1, пешка задвигается. Но это узкая сторона для Белого Короля. И там ничья. То есть Ладьей нужно будет отшаховать по этим полям А2-1. И дело в том, что тут мешает белая пешка. И вот эту белую пешку надо было сейчас сдвинуть с места. Пойти А4. Чтобы Ладья попала сюда и давала шахи королю. Потому что когда Ладья будет давать шахи по линии Б. Король может к ней подойти и прогнать ее. А вот когда по линии А достаточно далеко король находится. И вот А4 здесь все-таки спасала белых. Ладья Б6. Ладья Б2. Ну и как бы подаем вечный шахи королю. И при случае там Ладья А3, Ладья А2. И дают шахи. Король подбежит на Ф3. И выиграть будет невозможно черным. Но вместо этого хода Криштов играет. Ян Криштов играет Ладья Б6. Араньян играет Е3. И уже перевеса своего не упускает. То есть тут уже у черных выиграна. Король С2. И мы видим, да. Что если бы Ладья стоил на 1. Например. Ладья А2 был бы шах какой-то. Король не может отойти слишком далеко. Не напасть на пешку. Потому что Ладья бы вернулась. А здесь, к сожалению, Ладья тесно. И поэтому черный выиграет. Ладья Ф7. Грозит Е2. Ладья Ф1. Отрезает Араньян белого короля. И армянский гроссмейстер ведет пешку ферзи. И белый здесь проигрывает. Посыпает еще пару безнадежных ходов для белых. Ладья 3. Король Е4. Шахов больше нет. Крайне неудачная пешка. Просто крайне неудачно. Лучше бы ее не было. Не было пешки. Не было проблем у белых. И после Ладья Д5 белый сдалит. Свиду того, что грозит Ладья Д1. То есть на Ладья Е1 король Е3 подходит. Черные потом Ладья Д1 выигрывают. А на Король Ф2 выигрывают сразу ход. Ладья Д1. И белые теряют здесь Ладью. Потому что на Короле 2 Ладья 1 черный без проблем доводит партии до победы. Вот такая вот интересная партия. Гроссмейстер такого сильного уровня запутался в окончании. Возможно у него было мало времени. Но вот нельзя тут не отметить хорошую технику армянского гроссмейстера Ливона Роняна. А вам если понравилась эта партия, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до новых встреч, друзья. Пока.